Всем привет, мои хорошие! В этом видео я решила заснять для вас небольшой влог. Сейчас гуляем в шикарном парке. Кто находится в Киеве, это парк Пущеводица. Безумно красивое озеро, здесь природа, лес очень классный. Там вот мост переходящий и очень-очень красивая природа, свежий воздух. Мы с малышом приехали погулять немножко, поэтому вот такая вот красота. Сейчас засняю для вас немножко природы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поэтому включила две лампы, как могу, так и делаю более-менее нормальное освещение. Хотела просто с вами поболтать. Долгожданное видео. Хочу показать, как я плету красные нити. Очень много девочек в инстаграм и под видео спрашивали, как же я плету. Плету я их сама. И в этом видео я покажу вам технику плетения. Абсолютно легкую и мне кажется всем известную. Просто никто не догадывается, что можно плести именно таким способом красную нить. Хотела с вами поделиться небольшой радостью. Я совсем недавно участвовала в конкурсе в инстаграм. У знакомой девочки проходил конкурс. Конкурс был на браслетик из натуральных камней. Там разыгрывалось три браслета. И четвертый приз 25% скидки на покупку любого браслетика. Очень много красивых браслетов. И я вот как-то решила попытать удачу и поучаствовать. И каково же было мое удивление, когда я выиграла самый красивый, который мне больше из всех понравился, браслетик. И вот сегодня я забрала его из почты. Такой вот безумной красоты браслет. Пришел это браслетик в таком вот красивом оформлении. То есть в такой вот сумочке для украшений. И сам браслетик безумно красивый. Он идет из натурального агата и горного хрусталя. Вот эти вот красные... Вот эти вот две красные бусины идут с камнями Сваровски. То есть из натурального камня, ярко-ярко-красного цвета. Очень красивый. Сделан именно под мой размер руки. Безумно мне нравится. Спасибо, Танюшка, за конкурс. Первый раз, если честно, выигрываю в таких вот конкурсах. И безумно довольна, что это такой вот красивый браслетик мне попался. Очень мне нравится. Ссылочку на инстаграм Танюши, которая занимается и делает под заказ браслеты из натуральных камней, я оставлю под видео. Кому интересно, девочки из Киева. Она отсылает и в другие страны, и в другие города без проблем. Новая почта или другой почтой отправляет свои браслетики. У нее очень много красивых в инстаграм фотографий от клиенток, которые уже заказывали. И именно тех браслетов, которые делают. Еще хотела поделиться с вами своим небольшим новым хобби. Я решила попробовать связать себе шарф-хомут, снуд, как называют их сейчас. Плиту вяжу, вернее, я его из черных нитей. Такой вот получается он у меня. Плиту обычно вязкой, только лицевыми петлями. Он будет очень такой вот объемный, очень большой. И буду обвязывать я его в два раза. То есть вот так вот он будет в два слоя. Это только два моточка ниток. То есть будет еще такая же ширина. Он будет очень такой вот теплый, объемный. Нити такие вот натуральные, красивые. Вот эту часть этого шарфа я связала за два дня. Закончились у меня нитки, поэтому сегодня я ходила до купала. И вот остался один моточек вот такой вот нитки. Я использую 80% шерсти, 20% акрил для того, чтобы они были такие вот мягенькие. Я не люблю колючие шарфы, особенно когда они касаются моего открытого тела. Безумно неприятно. Поэтому вот такое вот маленькое увлечение у меня. Очень мне нравится. Затягивает. И я думаю, буду плести себе еще несколько штук. Потому что очень легко на самом деле и очень экономно уходит. Обычный снуд стоит около 400-500 гривен. Такой вот именно широкий, объемный и из натуральных нитей. А этот у меня получился за 220. То есть 4 мотка ниток стоит 220 гривен. За работу я ничего не плачу, тем более получаю удовольствие от того, что делаю такую вот красоту. Поэтому вот такое вот мое небольшое хобби. И давайте же я покажу, как делается и плетется такая вот красная ниточка. У меня она идет в 3 нити. И я уже подготовила сами нитки. Взяла вот такую вот булавочку. Я беру абсолютно обычные нити мулине для вышивания. Такие вот. Отрезаю 3 ниточки. Отрезаю просто на глаз для того, чтобы хватило обмотать руку. И с учетом того, что будут вязаться узлы, нить немножко укоротится. Здесь же в начале я оставляю вот такой вот промежуточек пустых ниток. Отрезочек. Из них я в конце буду заплетать косичку для того, чтобы были завязочки и было из чего завязывать узелки. Нужно завязывать 7 узелков для того, чтобы желание сбылось после того, как нить порвется. Вот такая вот длина ниточки у меня. Сейчас я буду плести браслет брату, поэтому она достаточно большая. Подготовила я уже подушку. Буду плести именно на этой подушке. Буду вам показывать, как я это делаю. Так. На узелок, где будет начинаться косичка, я прицепила вот такую вот обычную булавку для того, чтобы закрепить этот браслет, например, на штанину, когда я плету у себя на коленках, да, у себя на руках. Или вот, как сейчас, для того, чтобы мне было удобно показывать и для того, чтобы вам было нормально видно, я буду использовать вот такую вот плотную подушку. Итак, закрепила я уже свои ниточки. Здесь оставила отрезочек ниток для косички. И что я делаю? Я разделяю эти три ниточки и начинаю плести, как обычную фенечку. То есть мы закладываем первую нить наверх. То есть каждый узелок должен начинаться с крайней нити вверху. Беру верхнюю нить в правую руку и начинаю вязать обычный узелочек. Вот. И затягиваем его до конца. То же самое с верхней нитью я делаю так же. Кладу наверх нижний и завязываю, тяну вправо. Теперь мы видим, что нити стали сами по себе. То есть одна нить уходит влево, ту, которую мы проплели. И вот эта вот нить, вторая, следующая, тоже идет поверх нижней и уходит вправо. То есть вы просто плетете обычные узелки и опять же она идет вверх и тянете ее вправо. Вот. Разделение идет. То есть уже верхние узелки разделяют именно сторону плетения нитей. Берем так же крайнюю нить в правую руку. Кладем ее на нижнюю и завязываем узелок. Протягиваем вправо. То же самое делаем второй раз. Каждую нить проплетаем два раза два узелка. То же самое делаем со следующей. Кладем на нижнюю. Заплетаем узелочек и введем вправо. Вот. Так. И так мы делаем весь браслетик. Давайте я уже покажу вам не объясняя. Вверх и вправо. То же самое. Вверх и вправо. И так продолжаем делать до тех пор, пока ниточка не дойдет до размера того браслета, который вам нужен. То есть периодически меряйте на свою руку или на руку того, кому вы плетете его. И контролируйте длину с учетом того, что здесь еще будут с двух сторон отрезочки из косичек. Вот. Делаем так дальше. Вернусь к вам, как буду заканчивать плетение. Так. Доплела я уже почти до конца весь браслетик. Вот такой вот он получается. Поближе покажу потом вязку, какая получается. И что же я делаю в конце. Как я заканчиваю браслет. Вот. Еще несколько узеликов я вам покажу. Несколько плетений. Берите, конечно, ниточки с запасом. Потому что я здесь немножко не рассчитала. Она немножко коротковата. Поэтому я этот браслет выброшу обратно и сделаю нормальный. Поэтому здесь вот очень тяжело доплетать последние узелки. Вот. Вот. И учитывайте то, что... Учитывайте то, что он еще немножко растянется. То есть если вы его потянете, он станет немножко длиннее. Поэтому сразу он идет туговатый. Вот. Что я делаю дальше? Давайте я приближу поближе. Вот. Вот. Я буду из вот этих вот трех нитей, которые у меня остались. Вот. Я буду плести обычную косичку. То есть плету очень туго. Для того, чтобы они не расплетались. Вот. Плету обычную косу. И доплетаю до самого конца ниточек. Рассчитывайте тоже так, чтобы хватило на завязку семи узлов. Потому что, как говорится, и как вообще заведено, для того, чтобы желание сбылось и не действительно защищало вас, нужно при завязывании завязать семь узлов. И на каждый завязанный узелок загадывать отдельное желание или там, не знаю, какие-то проговаривать то, что вы бы хотели видеть в своей жизни. Там, да, все позитивное, положительное. Вот. Я думаю, на семь узелков хватит где-то два-три. Где-то три-три с половиной сантиметра косички. Вот. Доплетаю до конца. И стараюсь оставить столько края, краешка косички, чтобы можно было зафиксировать и вот закрепить косичку в конце узелком. Просто прокручиваю и на конце косички делаю вот такой вот маленький узелок и хорошенечко его затягиваю. Кончики ниточки и кончики косички обрезаю под самый узелок для того, чтобы они не мешали. И вот, получается, идет браслет и отсюда идет такая вот небольшая маленькая косичка, которую мы будем завязывать. И то же самое я делаю с вот этой вот стороной. Открепляю от подушки. Здесь у меня идет уже узелок такой вот, за который я закрепляла булавку. Растягиваю, развязываю этот узелок для того, чтобы не было перехода от самого плетения к косичке. Вот здесь такой вот тоненький узелочек получается, поэтому достаточно трудно его развязать. Вот здесь у меня отрезочек побольше остается. Точно так же фиксирую булавочкой к подушке для того, чтобы завязать и удобно в натяжку была сама нитка и сам браслет. Фиксирую и плету косичку точно так же, как и с обратной стороны. Здесь уже отрезочек побольше, поэтому можно плести косу подлиннее для того, чтобы точно хватило на 7 узлов. Нить плетется очень легко, очень быстро и в принципе в 3 нити, если вы сплетете браслетик, он не так быстро порвется. Рвется он именно там, где заплетаются и завязываются узелки. У меня из двух браслетов, этот у меня второй уже, совсем близко к родам у меня за несколько дней, кстати, до родов у меня порвался мой предыдущий браслетик. Поэтому я в это очень сильно верю. Нужно заплетать и повязывать эту нитку только тем, кто действительно верит в то, что она оберегает. Потому что некоторые одевают ее просто для того, чтобы, не знаю, быть в тренде. Потому что все звезды, все подружки, например, ходят с этими красными нитями. Я действительно верю в то, что она может защищать. Одевать ее обязательно нужно на левую руку. И я почему-то уверена, что она действительно забрала всю негативную энергетику перед родами. Может быть на меня кто-то не так посмотрел в роддоме, потому что я 8 дней лежала до родов в роддоме. Может кто-то позавидовал, может кто-то, не знаю, что-то подумал плохое обо мне. И эта нить забрала все на себя и порвалась. То есть всю негативную энергетику она собирает. И если она рвется, то действительно, как говорится, влияние было очень сильное и негативное. Доплела я уже косичку. Завязываю узелок. И обрезаю кончики. Вот. Хорошенько затягиваем именно кончик. Этот узелок для того, чтобы он не развязался. Вот такой вот браслетик у нас получается. Ничего сложного. Можете брать потолще. Можете брать 4 нити. Он будет потолще. Можете брать в 3 нити. И вот просто связывайте между собой эти косички. Очень хорошо, удобно связываются. Не развязываются, не растягиваются. Заплетайте эти косички на кончиках достаточно туго, для того, чтобы было удобно завязывать именно узелочки. Вот. Так вот это все завязывается. И получается вот такой вот браслетик. Он немножко подтягивается. Вы перед тем, как его завязывать, можете немножко растянуть. Нитки немножко потянутся. И получается вот такая вот красная ниточка. Вот. Если ее хорошенечко растянуть, она даже налезет на меня. Поэтому вот. Вот. Такая вязка получается с двух сторон. Разная вязочка. Давайте поближе покажу. Вот. Такой вот браслетик. И так, на самом деле, очень легко и быстро плетется именно такие вот красные ниточки. Надеюсь, я выполнила запрос всех девочек, которые просили. И, надеюсь, помогла вам. И вы воспользуетесь именно моим методом плетения этой веревочки. Поэтому, да, спасибо за внимание. Так, всем привет. Решила для вас сегодня снять небольшой отрывочек с косметикой Фиберлик. Я получила совсем недавно последний заказик. И решила поделиться с вами, что же я заказала. Несколько новинок было. Несколько новых продуктов, которые я не пользовалась. Ну, которые я не пробовала. Поэтому решила вам показать и рассказать. Так, как всегда, в каждом заказе я делаю... Покупаю вот такие вот два продукта. Это шампунь и бальзам для волос. Блеск и шелковистый для окрашенных и лишенных блеска волос. Обязательно в каждом заказе делаю такой вот комплекс. Заказываю. Потому что безумно нравится. Очень довольна. И о них я уже рассказывала в фаворитах и в пустых баночках. Заказала три зубные пасты. Одну уже открыла. Поэтому не могу показать. Это была обычная в такой же упаковке. Только обычная профилактическая зубная паста. Это идет концентрированная зубная паста. Очень нравится. Тоже заказывание первый раз. Гарушники нужно нанести на зубную щетку, чтобы почистить зубки. И вот первый раз заказала вот такую вот зубную пасту. Из серии My Honey. Это профилактическая зубная паста с прополисом. Не пользовалась. Поэтому рассказать ничего не могу. Дальше. Очередной раз. Уже не первый раз. Наверное, раз десять я уже красилась. Вы часто спрашиваете, какой краской для волос я сейчас пользуюсь. Поэтому вот показываю. Это безымячная краска от Faberlic в такой вот упаковке. У меня черный оттенок. Черный агат. Один ноль. Вот. Заказываю постоянно. И крашусь последний, наверное, год именно этой краской. Для мамы. У меня мама свеклорусая, натуральная. Прокрашиваем корни ей. Ну, в общем, у нее короткая стрижка. Поэтому ей в пачке хватает прокрасить всю блину. Вот такая вот краса. Сиси краска. С маслом амлы и аргинином. Тоже нравится. Хорошо. Закрашивает седину. Закрашивает натуральный цвет волос потемнее. Поэтому с удовольствием пользуюсь. И мне очень нравится. Оттенок у нас девятый. Очень светлый блондин. Дальше. Не первый раз уже заказываю жидкое мыло для рук. Тоже разные серии заказываю. Сейчас мне нравится спелая смородина. Очень приятный запах. Хорошо моют руки. Хорошо мылится. И, в принципе, расход достаточно экономичный. Дальше. Для молодых мамочек могу посоветовать смело вот этот вот крем для рук. Это интенсивное питание для сухой и склонной к сухости кожи с маслом макадамии. Это крем для рук абсолютно без запаха. То есть для молодых мамочек это очень удобно. Так как на улице, например, когда гуляешь, сейчас холодное время года и зона кутикулы пересыхает, нужно увлажнить ручки. Я наношу его, растираю и абсолютно нет запаха. Они оставляют пленки, хорошо питают ручки, то есть хорошо увлажняют их и абсолютно не имеют запаха, что очень важно при контакте с маленьким ребенком. Поэтому очень нравится. Закажу еще несколько из этой новой серии. И два продукта для лица по уходу за лицом. Я решила заказать из такой вот серии этноботаника. Это первый тоник для лица увлажнение тонус и скраб очищающий. Использую то и то, очень нравится. Скраб хорошо очищает, достаточно такие вот явные частички скрабирующие. Поэтому пока что вот пользуюсь тоником раз, наверное, пять, недельку где-то я пользуюсь. Вечером и утром протираю личико после умывания. А скрабом пользовалась два раза. Хорошо очищает, роговевшие клетки снимает хорошо. Поэтому мне пока нравится. Брала 30+, потому что 20+, я использовала, мне не понравилось. И три последних продукта. Это уже декоративная косметика. Это будет из серии Secret Story. Заказала себе опять такую вот пудру. Обалденная упаковка. Что мне нравится именно упаковка. Здесь такие вот дырочки сквозные под спонжиком. Вот так вот выглядит сама пудра. Заказала я самый темный оттенок для того, чтобы делать контур. Так как я сейчас очень бледная, у меня синюшный оттенок лица. Я наношу очень светлые тональные основы для того, чтобы контурировать именно боковые части. Скуловые, лобные, вот по бокам у волос. Подбородок тоже. Я заказала самую темную пудру для этого. Она очень такая нейтральная, очень легкая. Поэтому контур будет незаметен. Будет такая вот естественная тень по краю лица. И вот под спонжиком здесь идут такие вот сквозные дырочки. Что позволяет спонжику дышать и не застаиваться бактериями. Мне очень нравится, что именно вот такое вот окошко есть на пудре. То есть бактерии не попадут. Безумно нравится. У меня есть светлый оттенок. Я и пользуюсь тоже. И ношу с собой в сумочке, потому что упаковка безумно красиво выглядит. И последние две покупки были. Это туши. Тоже повторно заказываю из серии Secret Story. Одна тушь, которую уже все знают. И немало отзывов я слышала, что это именно самая лучшая тушь в Фаберлике. Такая вот красивая, тоже дорого сделана упаковка. Кисточка здесь ворсистая обычная. Очень много туши. Хорошо прокрашивает. Не делает колоссальный объем и не удлиняет. Но на каждый день, мне кажется, обалденная штучка. Тоже единственное, что заканчивается очень быстро. Хватает максимум на полтора месяца. И вторая тушь тоже из этой же серии. Но мне очень нравится, как она оформлена. То есть на подарок безумно крутое решение. Очень так дорого, солидно смотрится. Здесь идет такой вот бархатный чехольчик, что очень-очень придает такой вот люксовости. Да, или там, не знаю, дороговизны именно этой упаковки. Упаковочка идет уже, если предыдущая тушь была в серебряной упаковке, то здесь идет такое вот красное золото. Тоже красивый узор на коробочке. И тушь почти ничем не отличается за счет того, что здесь такая же щеточка, только немножко пышнее. Поэтому очень нравится. В принципе, по функциям они одинаковые. Мне эта тушь нравится только из упаковки. То есть очень даже приятно держать ее в руках в этой бархатной коробочке. Вот, с продуктами закончили. Здесь был чек, здесь были вкладыши с акциями и новый каталог. Каталог такой вот тоже интересный, красочный и достаточно толстенький. Поэтому вот такой вот заказ у меня был.